Сибирь Сибирь Учения которые проводятся на территории Украины и в Черном море начиная с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учения выступают Украина и США. В нынешних учениях уже анонсировано и участие украинских ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Во время учений основное внимание будет сосредоточено на отработке взаимной совместимости и совместном выполнении задач с партнерами в соответствии со стандартами НАТО. И мы почему об этом так радостно рассказываем. Ребята, вдумайтесь в эту цифру. 32 страны из 6 частей света. Шестой флот США. Почти вся Европа. Австралия, Корея, Япония, Норвегия, Турция, Пакистан, Индия, Израиль, Бразилия, Канада. Даже корабли из таких экзотических стран как Тунис и Сенегал будут. В общем, стягивают США и Украина корабли и флотов чуть ли не всех стран мира, у которых вообще есть этот самый флот. И знаете что? Если бы не поведение руководства одной очень не солнечной и агрессивной страны в мире и в частности в Черном море, то наверное никогда бы Украине и США не удалось бы собрать такие масштабные учения. Представляете какой сейчас кипиш по этому поводу происходит в этой самой стране? Их не Министерство обороны и иностранных дел сделали по этому поводу кучу заявлений и в ООН и Газдепу и наверное Господу Богу. Мол нельзя проводить эти учения потому как под прикрытием военных учений Сибрис-2021 в Украину доставит партию современного западного вооружения. И знаете что? Дай бог чтобы именно в этом случае и в этот раз они были не так уже и не правы. Поэтому мы вначале вспомнили эту старую премудрость. Не буди лихо пока оно тихо.